о ребятки доброе утро на улице забывает ветрище нас раскачивает вездеходе доброе утро всем да я думал палатку унесло нет стоит куда она унесется посмотрим что с рыбами сегодня будет будем ездить будем пробовать ловить на же супер поплавки в них ветер не страшен вообще даже если тебя похватит и понесет в этом поплавке не сотрешься и больно не удалишься да самое главное не утонешь чего будем собираться сейчас растоплю печку зажарю еды какой вкусной при привкусной блин я свой торчок забыл вот это вот это беда так все относительно хорошо попробуем укуня ловить видите как палатку колбасит ребят смотрите какая красота то ветерок задувает правда мишаня пошел за дровами вон здесь дров куча у нас целые сани а он еще за дровами пошел горьмала у нас горит ров отдел какие-то штаны и тузики и пошел в комбезе горит дрова трудно собирать до воды мы даванули вездеходом смотрите чем наделать сегодня от едем едем в сторон сегодня у нас ребят на завтра будут офигенные лепешки сейчас я их сделаю так ребятки выяснилось что я забыл коврик попробуем сейчас значит на сковороде чего-нибудь сваргань я-то думал коврик прям положу сюда и на нем прям о мишане вернулся с какой-то другой стороны ну вот ребят закончено все утрени мациона у нас начинается завтра ярослав васильевич главповар все сделал разогрел лепешки сыром и колбасой наверное слушай вдруг там другая какая-то партия то вторая будет может нас рассеяние будет разнообразное меню ждем вторую порцию первую еще не съели правда наша шкуна тонет да мы шерпом продавили лед слишком близко он стоит на и надо срочно это самое бежи спасать его такая у нас комфортная температура 20 градусов хорошо так ребят мы приступаем спасение нашей палатки от затопления мы отгоняем вездеход теперь будем 5 метровый удлинитель ставить 5 лет такой что можно как на байкале кататься на конька вот что у нас было так ребят переезжает у нас палатка на новое место ну вот мы переехали новое место в принципе я так посмотрел этой палатке вообще будет пофиг если мы ее даже за шерпа прицепим и куда-нибудь повезем на новое место до миша мы так наверное сделаем потом на самая рыбная переедем до керлинг все ребята сейчас поедем сейчас поедем сейчас помчимся на рыбалку утром раним вот такое вот мы оставили после себя место как видите мусора нету ничего нету нет есть вру вот это мы подберем не доглядели а это с палатки упало когда передве перевозили сгорит в печурки ничего страшного вот так вот все что ж пойдемте пойдемте круче глаза для окуня наживки нет опа ну вот первый черный сейчас мы на жерличке сначала наловим потом будем искать покрупнее окушка так ну как где еще крупные окуни так вот 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 папа так ребят у нас ловля живца я ловлю на мормышку с опарышем такой у меня кан рыбохранилище просверлено подо льдом не ушел никуда обратно да будет там ждать шо три жив чик а у тебя вон там аквариум вот ребята поведение окуня в дикой природе надо к ним камеру еще будет опустить кстати ну что ж так нам и продолжали клевать чубайсы это нанотехнологии на на окуни чубайсы ему называть вот такие вот рыбины пойдем искать другое место так ребят достали мы пару жерлиц сейчас поедем на новое место искать места поглубже и рыбу пожирней весь оставим без жерлица ради сюда попробуем так оставим щуки место для гуляний побольше засечем намотаем флажки то где флажок втыкаем втыкаем это сюда это сюда вот и в случае сработки все это бульк ребят решили мы покрупнее окуней поискать а этих мы отпустим видите бегите 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 вон он не хочет уплывать говорит ну что же вы живодеры вы же меня сжарить обещали вы мне окуня по карельским угостить хотели эх вы обманщики и уплыл обиделся но уплыл так ребятки а вы будете ловить щуку вы храбрые воины вас на щуку мы пошлем в бой все ребятки мы поставили две жерлишки здесь поедем окунёк мелкий ребят мороженые ветки мастер буровой какой у вас о нет есть рыба да окунь не крупный он ребят смотрите ну одиночка ванна в камень не забудется не закончится рыбалка что-то придумал вот здесь мелко калипсо калипсо покажи нам о все сразу опять в кунях все прям банды 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 вон у такой такой хорошенький уже хорошенький солистный отзовите что творите что творится душа без подсветки если сейчас так нашли мы окуневую цитадель теперь решили спятаться за мыс кстати вот я вижу в мороженые ветки скорее всего здесь рыбу ты ловит очень хорошее место мы определили что ветра дует в основном с той стороны а здесь за лесом тихо спокойно ну вот опять окунь 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 много окуня очень много окунь разведка показывает что окунь есть пока мелкие только видели но очень много окуня просто прорва и он очень хочет жирать он бросается на камеру практически сейчас пойдем вот на топ мы сходим посмотрим что у нас глубиной хотим найти место погрубче возможно покрубнее тунек и там будет так ребят попробовали возле посередине озера остановились побурили нифига нет пустыня так пару кушков плавает все мелочь тоже поехали дальше на мыс блин у меня тут ахтунг надо сапоги уже одевать да он потом к тому ребят берегу съездим там северный берег поехали мы короче пользу забыли рекламу снять и с одного борта ее пролюбили вот нету нет у нас зато теперь финтрейл есть видите вот финтрейл есть рекламы нет ну ладно будет этим до молодцам урок как говорится добрым уже добрый молодцы ох резина разогревается прям горячая от солнца солнце шпарит не по-детски калипса выручает реально ссылка в описании 5 процент скидка на калипсу на следующий сезон будет вам офигенный помощник может попробовать чуть туда в берег забурится пару дырок кольни туда в сторону берега о здесь такой покрупнее окунек но мало не ну есть окунь окружили окружили елы-палы о мешание вот тут прям камень лежит 10 сантиметров ото льда а щуки ребят ни одной не видел еще и не пока вот тот мыс самый крутой миша как тебе система граф поплавок уверенней себя чувствуешь да и тепло и комфортно но на ну вот ребят тоже ссылочка у нас в описании есть тоже дается скидочка на эти костюмы так что не упустите момент на следующий год быть во всеоружии осень весна да и зимой он гон рыбацкий костюм реально рыбацкий костюм вот сюда можно самых уловистых блесенок своих навешать да потому раз когда вам надо разные вот такие вот берете штучки хотите там мормышечки хотите блесенки на них опа сюда приклеили и погнали самые уловистые у вас здесь висят это ребят вот железка лишь покажи вот пойдем мы стаканем не одевает это калибратор глаз рыбы это очень мелкая рыба это крупнее это самое крупное да не на самом деле я не знаю для чего это тоже висит не 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 для чего то это тоже это самое используется я просто не помню надо посмотреть очень удобно мне понравилась вот эта штука вот погон такой пластиковый для ящика ящик не слетает с плеча это реально удобно пойдем мы скальнем попробуем ящики удобно носить стало мне тоже я раз на левое плечо одевая я хоть и левша мне надо левую руку свободно но одеваю на левую ребята из графа сделайте на правое плечо тоже такую погону это будет очень удобно подумайте о левшах локти ребят все он жопе это самое да не скользит сеточка очень плотный материал коленки так то вообще наколенники целые до вставать то есть спокойно ловить вот так вот очень удобно в общем так ребятки мы проверили еще один мыс вот не впечатлил скажу сразу вот пусть круче на разно а вот и мелки но его очень много ну мы вот лишь теперь понимаем на каком расстоянии от берега их ставят здесь вот ребята опять нашли ветки здесь были пастовухи скорее всего буранный след бураны проезжали и проверяли ну а сейчас посмотрю ой сейчас загляну какая-то мутякина ребят а вот тут кто-то ходил видишь пустая мишень так а у нас вот тут мыс вот это остров пошли к острову а изба то вон она вон на той стороне переехали к островку вот такому посмотрим что здесь есть ребятки мелко очень камни есть окушки такие же матросы много миш рыбы много здесь мелкой а может сейчас потягаем постоим все ребята пошли делать окуневый лифт карельского улку не ловить так ребят мы пошли менять окуней на щук наматываем руки замерзли ну а пока мишка сейчас будет делать еще дырки бить мы быстренько сейчас разогреем обед нам картофан чека ложечки у нас тут есть вебаста есть для разогрева консервов консервы есть домашние все я помчал ты шурпу или картошку ну вот видите у нас есть жаркое есть картошка с говядиной жаркое более жидкое такое у нас получается вебастер и минут через 15 все будет разогрета все будет прекрасно разогрета ребята все вот если вы хотите делать себе такие же вкусные консервы домашние хотите шурпой хотите с борщом с картошкой прочим вам нужен автоклав для этого проверен автоклав мы вам подскажем где взять сейчас будет ролик об этом хотите есть вкусные домашние консервы в походе для их приготовления нужно автоклав электрические газовые походные автоклавы от производителя скидка на весь ассортимент товаров по промокоду герасимшер ссылка в описании василищ там уже обоконился как я все еще не как мормышку не привяжу ну вот ребят наконец привязал мормыху и дело пошло все карельский пулеметный окунь а где пулемет то где пулемет то вон я вижу какой патрон поменялся поперло сразу кто-то тут дергает о зараза дернул то как взрослый а 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 что ты блин уже висела чё-то там ребят что дна мелюзга на мелюзга у нас походу назрел обед назрел перекус ребят ух разогрелась наши консерва должна бурлит что еще против солнца не умеет снимать жалко так продолжаем ставить жерлицы живцом проблем здесь у нас никаких нет абсолютно жерца у нас палом так ребят ну вот наш килограммовый окунь это были он короче он там наверное килограмма полтора три четыре пять шесть герасим васильевич уже что-то а он ворона за же сами прилетела а ребята ворона прилетела отхвать окуня и сбежала смотрите заразы какие а она пошла метет его выпал и в шерпе даже метет там быстро печурку растопим погреемся и чаю попьем горячего ветрища вообще ребят подмораживает ветрища так ну что наша палатка стоит на месте все хорошо встанем чуть подальше от нее ребята лед не берешь так вот проваливается у нас вот вы ребятки у нас лесбушки здесь тепло и без печки сейчас газ включим глюкозку ест у него мозги работать не стают аппетит проползаж сегодня ляжем пораньше завтра пораньше выдвинуться на стене озеро да по толстому завороженному льду поедем километров 5 на озеро поедем с которым это озеро соединяется подземной речкой но болотной рекой под ковром которая идет и нам кажется что весь крупный окунь ушел туда то есть он здесь был да карельского то окуня мы уже видели не зря готовится по-карельски вот такой вот крупный теперь еще надо найти нормального обычного окуня что мне кажется второй никого нету на дне трава вот так ребят в майне короче никого нету а идем дальше на соседнее озерцо опа дохлая рыба ребят на дне лежит миша здесь походу замор был мы решили исследовать еще два маленьких озерца на наличие рыбы которые прилегают соединяются с этим музеем ну результат был так себе ребят видали он рыба дохлая лежит смотрите видите дать покажу щучка вроде дохлая щучка лежит 1 продолжаю смотреть на озере пустыня вообще никакой движение ничего нету абсолютно мешание он говорит основного льда здесь сантиметров 15 ребят чё за праздник такой ой щас как провалюсь хорошо я в поплавке мишка меня достать успеет может быть сайте красота какая тайга и и километры ничего себе да хорошо мы тут продавили поехали к тому берегу ну ка фиша пробури лед здесь ага ну там сюда течет видать абсолютно никого нету а ребятки ехали мы ехали болтали такие потихонечку фигас ну как а вонючая у вас не будет замора Мы вам хотим столько воздуха разменеете! Аааа! Помогите! Субтитры добавил DimaTorzok 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 Крупный окунь как класс здесь отсутствует Присутствует некрупный Субтитры добавил DimaTorzok 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 итак народ мы сегодня сколесили все это озеро вдоль и поперек нашли много рыбы правда рыбы все это было такого размера вокруг стреляет лед вода выходит с болот поднимает отрывает его берегов надо сказать честно внутри жутковато потому как таких раскатов потряхивать чуть-чуть ну вот ребят так у нас светится палатка кубик света в кромешной тьме карелии начинаются приготовления ко сну после сегодняшних марафонов забегов так все приготовления ко сну завершены финтрейлы и графы висят на карабинах сохнет завтрашнему дню сохнет сохнет просухая завтрашнему дню так температура у нас 20 градусов вебаста у нас как всегда обдувает нас горячим воздухом вокруг льды трещат у нас светит в общем все как мы любим поставили жерлиц завтра увидим результат если здесь щука вот из 15 штук мы должна хотя бы одна сработать так что ребят всем до завтра все пока